Продолжение следует... 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 Они до сих пор продолжают говорить, что будут ездить в Ивановку, им так задурили голову, я вообще не знаю. Они до сих пор говорят, что будут ездить в Ивановку. Я на самом деле встречался с Меладским и говорил, но давайте мы сделаем так. Мы сначала вместе поднимемся, и когда мы почувствуем, что мы способны с Южным сесть в луфток переговоров, сядем и будем вместе делать единый город. Нет вопросов. Но тогда мы будем уже не бедные, а чуть-чуть более богатые. Или вопрос снимется сам по себе. Значит, с людьми надо говорить, мы, очевидно, все надо разговаривать. Ну, понимаете, плохо, когда одна часть села... Понимаете, что происходит у нас? Я, как и всегда, у нас не сводил. Как мы тут живем, какие у нас проблемы, какие радости? Ни разу. А мы тебе и по делам судимы. То есть, если не нужно, представители не нужно, мне разу не интересовался нашей жизнью. Зачем туда идти? Просто надо сказать. Ну, если по делам... Знаете, я хочу вам сказать... С вами взяли на себя обязательство что-то делать перед этими всеми людьми. И нас будут с вами либо оскорблять, либо по делам нашему судить, а жизнь у нас тяжелая. И на самом деле, мы только аж в 2018 году получим свой реальный бюджет. Понимаете? Я просто хочу, чтобы вы это понимали. Потому что мы заходим уже в бюджетный год, когда мы то хотим, что сделает. Он пойдет только тогда. Поэтому нам еще предстоит говорить. Я, конечно, поеду на следующей неделе, я буду встречаться с вице-премьером министром Луфов. Мы договорились, что я приеду, кто объяснил эту ситуацию. Потому что офис реформ сыграл здесь огромную негативную роль, к сожалению. Вот сейчас молодой человек на улице говорит по поводу методики. Вот методика же такая. Я ему сказал. Вот есть решение окружного суда города Киева, когда спорили методики. И просто интересно. Вот в этом решении окружного суда города Киева написано, что методика... Суд отказал отмене методики, но написал. Это очень интересный вопрос. Я говорю, что вот эта методика, она носит, да, только рекомендательный характер. А план есть только план. И поэтому главный принцип – это добровольность и экономическая целосогласность. Я вот стою в Средней улице с писателем. Почему так нет? Объясните. У нас сегодня будет бюджет на одного человека все равно больше нас не позволит. И у нас нужно в 9 часов. Я говорю, ребята, вы неправду думаете, потому что я взял данные с областного бюджета. Я скажу, что там происходит. Это первое. То есть у нас не будет хуже бюджета. Да, у вас есть лучшее обстоятельство. У вас есть уже построена инфраструктура. Правда. Но это же не вы, ребята, построили. Это же построил Советский Союз. Правда, да? Да. Советский Союз построил за счет того, что из бюджета наши все средства брал, устроил город Южный. Припортного завода тоже построил Советский Союз. Это же не город Южный. Земля, сечавка, долар. Так я просто хочу одно. Давайте, чтобы сечавка тоже немножко поднимется вместе с другими селами, которые пострадают. Новый бюджет. Вот здесь есть Жанна Борисовна, председатель районного сельского совета. Извините. Я просто хочу сказать. Давайте. Вот я вас спросил. Вот скажите. Вот вы построили территорийный завод. Хороший завод на самом деле. Но построили он территории бюджет. Если бы взяли и деньги бы платили в Беляры, значит, они бы заставляли, во-первых, завод делать так, чтобы выплосить не было. Ну, как-то отработать вопрос экологии. И деньги бы получали. А так получается. Деньги получает Южный, а страдает Беляр. Это справедливо. Глотает плачевый воздух. Дорога была единственная. В Беляры шла. Каждый раз там машины остановились и нельзя было проехать. Люди с Белярр собрались, пошли, поговорили с предприятиями. И сами люди организовали себе другую дорогу. То есть, если люди хотят, они могут многое сделать. Вот мы с вами договорились о том, что будем делать поликлинику. И уже начали делать. Я вас уверяю, мы поставили это оборудование, значит, УЗИ поставили пошитровнево. Сначала закупили, думали для вас. Но потом я увидел, что надо помочь и им. Но то же самое, как только ремонтируется. Вот сейчас ремонт заканчивается, да? Я сейчас закажу УЗИ сначала, поставим здесь. Надо будет с врачами говорить, что у нас нет врачей. Я не знаю, у вас есть. Свет сейчас нет. Врачи есть. Там интересно, где оно происходит. Он такой человек, перечил, специалистический. Но он, с другой стороны, знаете, что сделал? Он наладил работу с общественностью. Собщественный совет. И вот вчера из нас хода решают общий вопрос. И вчера там один неправильно сверел с людьми. Он собрал советы, и вот люди, значит, обсудили все это дело. И совсем по-другому началась ситуация, понимаете? Люди его начали поддерживать. Ставили защищать председателя Российского Союза. Легко оскорблять человека. Знаете, они говорят, председатель то не делает, то не делает. Потому что они не понимают, что такое быть председателем Российского Союза. Вот я, например, честно говорю, вот еду в машине сегодня с ребятами, я говорю, вы знаете, я не представлял. Вот люди сейчас эти Е-декларации заполняют. И сейчас шум такой вокруг того, что, как бы, значит, у этих есть деньги, у тех нет денег. Ну, конечно, надо разбираться с тем вопросом, значит, но из этого мы делаем шоу, понимаете? А с другой стороны, скажите, пожалуйста, вот все говорят, плохо, что у нас депутаты не бедные. Надо, чтобы они были бедные. Ну, давайте так. А что вот я, если бы был бедным, он бы мог принести. Ноль. Потому что люди не хотят, чтобы просто так... А для того, чтобы не воровали, надо налоги показывать и платить. Понимаете? Вот такая ситуация. Поэтому я что вас попрошу. Уже десятый раз повторяю одно и то же. Я благодарю вам за то, что вы сделали выбор. Я хочу, чтобы люди поняли, что мы ничего не хотим украсть. Я вам даю слово, что я ничего не буду здесь у вас никакую землю брать. Значит... Нет, ну покупайте. Значит... Нет, хорошо. Если покупать, на торгах, пожалуйста, брать. Ничего не будем по руках бить, кто будет это делать. Мы с вами должны развить сечавку. Я считаю, что в таком состоянии, которое находится, это недопустимо. Я, конечно, конечно. Сечавка должна быть лучше, чем Коблева. У вас есть возможности. И вы сегодня можете это сделать, потому что у вас нет ничего, а у них что-то есть. Мало того, надо из Коблева соглашение подписать. Мостик потом будет. Люди будут до другого ходить. Чтобы у вас берег моря зажил. Для этого надо, чтобы окружающие села, которые мы соединяемся, понимали, что часть своего бюджета нам придется выделить на те вещи, где есть берег моря. На сечавку, на... В новых белярах есть, как называется? В Григорьевку. И прежде всего, наши люди, может, на Кошаре, наши люди должны начинать с того, чтобы ездить туда. Торговать там, получать деньги, чтобы к нам приезжали туристы. Дорогу мы должны попытаться сделать с теми, которые там есть. Много чего нам надо с вами сделать. Поэтому это только начало. Но я еще раз прошу, что мы с вами должны словом убеждать этих людей. Прежде всего, депутатам. Они поступили сегодня некорректно. Так, не поступают. Они мне говорили, подкупали там и так далее. Я скажу, на всех выборах на самом деле подкупаю. Вот все. Я уже везде. Может быть, какие-то были нарушения. Я вообще-то здесь был. Вы меня видели здесь? Нет. Я никого не подкупал. Я очень думал, о чем видел. Ну, вот вся проблема. Поэтому, а что касается... Знаете, чтобы и они положили деньги, и мы чтобы что-то делали. Если они к вам что-то несут, у вас есть кладбище их? Нет вопросов. Они должны участвовать с вами вместе. И это нормально. Вот такое сотрудничество нам надо добиваться и делать. Вот это нормальное сотрудничество. Подопарки 1. Вари mache В 어�hhh. В resources В 없ане В возрасте Прямого таемного голосования Сичавская сельская рада Верешено. 1. Затвердити протокол Про підрахунок голосів Громадского консультативного опитывания с вопросом реализации закону Украины про добровольное объединение территориальных громад на территории Сечевской Ради, которое произошло 30 жовтня 2016 года в виде прямого таемного голосования. Притокол подрахунок голосов запитывания додается. Нагадаю, к количеству бюлоков... Я вас очень прошу, не пишите без отравления. Вы его не должны затвердить, а вы его пишите, чтобы принять к сведению. Потому что законам вы не должны сейчас утверждать такой протокол. Вы просто... Для того, чтобы потом вам не говорили, что вы там принимали специфическое решение, вы просто принимаете сведения. Это же люди... И все. А дальше принимаете свое решение. Это мое предложение. Я зачитаю... Кто за пропозицию в проекте решение слово затвердить, слово с получением прийняти до відома? Кто за данную пропозицию? Нет. Проти? Во-обще. В? В комаг democratах села Сичавка, села Кушари Сичав captain Сев İ WEZIRA, села Визирка, села Воронівка севизixel района, села Любопіль, села Радж Eleven son sabebo 600 12 села. Села Булдинка, села Григоревка, села Билиари, селище Новий Билиари Новобhil Ernstho Р района, села Первотравневе, села Корт, села Нововільшанка, села Мещанка, села Зора Труда, села Кін achie', села Степан Нyerкопича Р Frognerdi у Визирську сев circo территориальную громаду Севизierra. 4. Делеговать Ленихову Тетяну Павлевну, Миколю, Валентину Миколаевну, Борща Сергея Григорьевича до складу спільної группы с подготовкой проектов решений о том, что добровольное объединение территориальных гометов. Есть пропозиция принять решение за основу. Кто за данный? Проти? Утримался. Какие будут изменения и дополнения еще до решения? Проводится голосование за принятие решения в целом. Кто за? Проти? Утримался. Переходим до наступного вопроса. Про подтверждение программы информационного и материально-технического обеспечения выполненных органов СССР на 2016-2017 годы. Переходим до наступного вопроса. Субтитры создавал DimaTorzok